К нам присоединяется Илья Довлячинов, журналист телеграм-канала «Можем объяснить». Илья, здравствуйте. Ну и даже не знаю... Да, Юрий, Наталья, добрый вечер. Да, приветствую вас. Добрый вечер. Стоит ли вас поздравлять с новым званием иноагента? Тут уж не обессудьте, но вот и нашим зрителям представляем иноагента Илья Довлячина. Я думаю, что стоит. Они, видимо, пытаются сделать так, чтобы этот эфир не состоялся. И вообще мы с вами никогда не обсуждали вот этот... Они, кстати, пишут, что я якобы негативно высказывался о специальной военной операции. Это, как обычно, ложь. Ни о какой специальной военной операции не высказывался. Я высказывался о преступной войне, которую Владимир Путин и его подчиненные развязали на территории чужой страны. И продолжу это делать. Как бы они не хотели помешать нам это с вами делать. А вот возвращаясь к этому парню 17-летнему, к этому подростку, мы стали замечать, что уже много дел появляется касательно подростков, которые переквалифицируются с хулиганства в террористические какие-то акты. Вот этот момент объясните, к чему идет Российская Федерация. И другой момент, а много ли действительно читающих подростков появляется в Российской Федерации? Вот как этот парень, который начал интересоваться, что же на самом деле происходит. И что, как вы уже тоже отметили, никакая не специальная операция происходит, а самая настоящая агрессивная, диспровоцированная война Российской Федерации против Украины. Да, и на самом деле подросток Егор Балазейкин, хотя ему всего 17 лет, он на самом деле более думающий, чем вот этот прокурор Владимир Михайлов, который постит у себя на странице во Вконтакте всю эту чушь. Группа, которая так и называется «Ватник», которая рассказывает о том, как Владимир Путин правильно начал вот эту самую войну на территории другой страны. Кстати, этот самый Владимир Михайлов, ну такой смелый, прям такой мужественный человек, который после нашего текста закрыл свою страницу. Была она открыта, и сейчас невозможно посмотреть. Ну, не знаю, видимо, он застеснялся своего идолопоклонничества перед Владимиром Соловьевым или там Морданом и всеми вот этими пропагандистами. Не можем мы посмотреть теперь, что прокурор Михайлов постит у себя на странице. Ну да ладно. Что касается вот этих вот статей, действительно, в последнее время именно на статьи о терактах зачастую переквалифицируют те обвинения, которые раньше сходили за хулиганку, как это называется в России. То, что было хулиганством, теперь считается терактом. Ну, понятно, что там совершенно несоизмеримые сроки. Хулиганство, минимальная градация там всего лишь два года лишения свободы, а террористический акт, понятное дело, там от, если мне не изменяет памяти, 15 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы. Поэтому, ну, такими сроками, очевидно, власть Российской Федерации пытается запугать людей, чтобы они, ну, не протестовали. Потому что за теракт может сейчас сойти все, что угодно. И есть еще одна немаловажная деталь. Дело в том, что за хулиганство или за там повреждение имущества, да, за нарушение там вот этих антиковидных законов, под которые подпадают несанкционированные, так называемые несанкционированные митинги, там на самом деле можно попросить коллегию присяжных заседателей рассматривать дела. А вот что касается терактов, там все время эти дела рассматривает тройка судей, военных судов. И, понятное дело, что добиться оправдательного приговора от присяжных гораздо проще, чем добиться оправдания от судей. Давайте, кстати, перечислим судей, потому что, ну, мир должен знать героев, страна должна знать своих героев. Кто посадил Егора Балазейкина в колонию на вот эти вот 7 лет? Это, во-первых, Андрей Морозов, это Андрей Пруженников и Константин Репета. Вот так зовут судьи, которые посадили Егора Балазейкина в колонию. Что касается подростков, мы видим, что на самом деле и этому противодействуют власти, потому что подростки и категория молодых людей до 29 лет, 18-29, это самый протестный электорат, это показывают все опросы. Вот тот самый опрос Russian Field, довольно известный по поводу того, поддерживатели войну и поддерживатели переговоры, он в очередной раз это доказал. Он доказал, что вот эта категория молодых людей, они очень яро, протестно настроены по отношению и к Владимиру Путину, и к войне как таковой. Поэтому тем самым, очевидно, российские власти пытаются их запугать и спускают приказы, например, в образовательные учреждения. Поэтому в образовательных учреждениях сейчас проходят все эти линейки, там зовут этих вагнеровцев, этих убийц, там педофилов и прочих, чтобы они рассказывали молодой молодежи российской о том, как правильно убивать мирное население на чужой территории. А скажите, Илья, знаете, у меня к вам вопрос, как там, к человеку, осуществляющему действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Вот таким образом. Смотрите, если мы говорим о таких сроках, по вашему мнению, это вот, знаете, вот такой вертикальный посыл от Кремля к низшим каким-то представителям власти. Ну вот просто так работает система. Или мы просто можем сказать, что это вот такие, как Путин любил как-то говорить, по-моему, он употреблял такое выражение. Ну, перегибы на местах, ну, случается, ну, бывает. Или просто сейчас система так сформирована, что в любом случае, если есть к чему придраться, за что зацепиться, то влепят не троечку-пятерочку, как тот же Путин говорил, а семерочку, восьмерочку, десяточку и двадцаточку. Это не то, что перегибы на местах. Слушайте, никто не заставлял там учителей, директоров школы, где училась Маша Москалева, доносить на нее. Но это же не Путин им приказал. Они уловили тренд такой в Российской Федерации. Никто не заставлял эту, господи, прости, директора лицея Нину Говорову из Нижнего Новгорода доносить на своих лицеистов, которые разместили видео в Телеграме на 26 подписчиков, после чего к ним пришла полиция. Но это же не Путин ей сказал, донесите, пожалуйста. Она сама напялила на себя футболку с буквой «З», разместила это у себя ВКонтакте, закрыла после этого опять же страницу. То есть, опять же, эти люди, но они не готовы нести ответственность за то, что они делают. То есть, они всячески завоенно высказываются и при этом боятся как-то отвечать за свои слова. Нет, это просто такой тренд в России. Даже ничего не нужно говорить. Поэтому люди, которые вот там принимают решения, они тоже все прекрасно видят, что некоторые люди на местах, а на самом деле многим, в том числе работникам школ, работникам колледжей, университетов, им ничего не нужно говорить. Потому что именно эти люди многие годы фальсифицировали выборы в Российской Федерации. Именно учителя сидят в избирательных комиссиях. Именно директора школ и лицеев и колледжей сидят в тех же самых уиках, вбрасывают бюллетени или не замечают, как вбрасывают бюллетени. Поэтому вот этим людям не нужно ничего говорить. Они уже давно все поняли и давно уже предпринимают действия, направленные, на мой взгляд, на дискредитацию как раз-таки Российской Федерации. Потому что именно они показывают, что в Российской Федерации можно сажать подростков, можно фальсифицировать выборы, можно Сашу Скочеленко, которая, у меня до сих пор, честно, в голове не укладывается, которая просто наклеила антивоенные ценники. Можно ее посадить на многие годы в колонию. При том, что она, как и Егор Балазейкин, было справедливо сказано, действительно страдают заболеваниями. Но это никак не останавливает репрессивную российскую машину от того, чтобы сажать, сажать и еще раз сажать этих людей. Там ее мама говорила о том, что будут все-таки подавать еще апелляцию. Так что будем надеяться, что хотя бы срок уменьшится. Ну, действительно, вопиющие истории вы вспоминаете. А мы также вспомним и расскажем нашим зрителям о том, как житель Москвы застрелился в местном тере, чтобы его не мобилизовали и не отправили воевать в Украину. Он получил повестку, согласно которой 21 ноября должен был прибыть с вещами в военкомат. Парня звали Марко Инкелис. Ему было 23 года. Перед тем, как пойти якобы пострелять по мишеням, он сообщил друзьям о своих намерениях и написал, что не хочет идти в армию. Они даже позвонили в ТИР и предупредили сотрудников о возможном инциденте, но те не поверили, подумали, что это розыгрыш. Как такие истории влияют, как вы тоже отметили правильно, протестный электорат на молодежь, которая явно не хочет умирать за амбиции Путина? Она и без этого давно уже все поняла. Все опросы действительно свидетельствуют о том, что молодежь, по крайней мере, 18-29 точно не поддерживает войну. Мы можем разделить. Где-то 18, скорее всего, 38, и 45-65, ну и плюс. Вот это две абсолютно непересекающиеся категории людей в России. То есть те, кто 65+, они однозначно поддерживают войну. Там уже все настолько укоренилось, что спорить с этим бесполезно. Вот молодые люди, у них действительно есть доступ в интернет. Они, ну, получше нас с вами понимают, там, VPN во всяких там обходах блокировок и прочее. Поэтому, именно поэтому сейчас идет такая активная пропаганда в образовательных учреждениях. И именно поэтому, ну, проводятся все эти разговоры о важном. Не зря просто так начались все эти пропагандистские уроки в том году. И не зря, собственно, выпущен новый учебник по истории. Заметьте, кстати, учебник по истории, опять же, 10-го, 11-го класса. Не 5-го, 6-го. Они нацелились на вот ту категорию подростков, молодых людей, которые наиболее протестно настроены. И именно им сейчас вот через эти учебники под руководством Мединского и Таркунова из МГИМО им будут внушать то, как правильно Российская Федерация ведет вот эту вот войну в Украине. Так что молодым людям не столько нужно что-то объяснять. Они уже все прекрасно понимают. И мы это видим в том числе и по сообщениям в наш телеграм-канал. Потому что часто молодые люди нам писали о том, как они проводят акции протеста, о том, как они рисуют антивоенные рисунки на стены наносят. И присылали нам вот эти свои рисунки в обратную связь. Это не люди 65 плюс проводят все эти протестные митинги. И, кстати, в первые дни войны, когда я еще был в России, я присутствовал на этих митингах и видел, что там молодежь. Там люди, ну, 30-35, вот до 35 лет где-то находятся. Они выступают однозначно против военных действий. И именно поэтому сейчас на них направлена вся эта агрессивная пропаганда со стороны российского государства. Илья, смотрите, вот я хотел бы у вас еще одну историю уточнить, хотя, в принципе, вы уже зацепили немного вот, это, знаете, вот такой аспект вот нашей беседы, о чем вот мы давали прямую речь, да, вот Егора Балазейкина, и он говорил о том, что вот сначала у него было такое общее представление, что собой представляет так называемое СВО. Потом он начал просто читать интернет. Ну вот, я хотел бы у вас спросить, это вот этим объясняется протестный потенциал, который пытается кремлевская власть вот прямо сейчас и здесь загасить. Да, просто казалось бы, вот если у тебя есть вопрос, посмотри в интернет. Да, и вот интересно, большинство россиян, если они иначе смотрят на эту историю, чем, к примеру, тот же Егор, они просто не хотят видеть или просто их все устраивает. Там наверху виднее, а мы просто маленькие люди, которые, по сути, ничего не решают. Вот как эту историю нам развить, как эту историю нам как-то, знаете, вот выделить отдельно, чтобы понимать, какие сейчас реальные настроения в российском обществе. Ну, Юрий, я думаю, что вы правы и там, и там, потому что, во-первых, не зря российские власти с начала войны заблокировали минимум 7 тысяч информационных ресурсов. Ну, реально, они нашли 7 тысяч сайтов, которые просто заблокировать. Ну, все-все заблокировано в России. То есть без Вебен невозможно зайти ни на Медузу, ни на Дождь, ни на Фридом, ни на Би-Би-Си, вообще никуда. Даже там на условный сайт на немецком языке, который не каждый сразу переведет. Поэтому предпринимают реально все действия, чтобы не дать никакой информации распространиться. Помните, было прекрасное видео с ментом, по-другому я назвать не могу, который на одном из митингов, там было на снегу написано «Нет войне», и он шел и ногой это зачеркивал, чтобы, не дай бог, кто-то не увидел эти два слова. Вот настолько паранойя развилась, чтобы вообще никто не видел этого. Кстати, я когда еще был в России, первые дни войны, я видел, я тогда жил на станции метро Колобинская, проходил мимо местного хлебопекарного завода, и там кто-то нарисовал украинский флаг на заборе. Спустя два дня уже этот флаг закрасили. То есть цензура дошла натурально до заборов. Но есть действительно и люди, которых изначально все это устраивает, которым бесполезно что-то объяснять. Ну, если, слушайте, если они не поняли после гибели такого большого числа людей, после уничтоженного Мариуполя, после военных преступлений в Буче, после того, как была объявлена эта могилизация, и толпы людей стали забирать на фронт, чтобы там они оказались пушечным мясом, погибшим ради амбиции Владимира Путина. Да, давайте это прямо назовем. Ради величия России, что ли, они погибли? Нет, ради одного конкретного человека, военного преступника. Они там погибли. Вот и все. Этих людей можно, я думаю, уже все, оставить в покое, им бесполезно что-то объяснять. Но есть большая категория людей, которые еще не определились. На них не нужно тоже давить, знаете, кричать там, вот вы, идиоты, ничего не поняли, потому что действительно можно войти в их положение. Не все далеко умеют пользоваться VPN и заходить на заблокированные сайты. Именно поэтому нужно пытаться донести до них информацию, в том числе через незаблокированный телеграм, который в России все еще работает. Пока что. Ну, будем надеяться, что и, конечно же, будет работать, потому что благодаря телеграм-каналу мы также и от вас узнаем новости и все, что происходит в Российской Федерации. Спасибо вам, Илья, Илья Довлячина, журналист телеграм-канала. Можем объяснить и отныне еще и на агент. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова